1421 год, продолжаются интенсивные события в Чехии, продолжается Чешская революция, национально-демократическая, одна из первых таких в Европе, о чем надо категорически поговорить и об идеологии таборитов и о прочих событиях. Ну, то есть я описываю события второго крестового похода, который был с 1421 по 1423 год. 28 сентября 1421 года между герцогом Австрий Альбрехтом и императором Сигизмундом немецким был заключен договор, что Альбрехт объявлен наследником Сигизмунда в Чехии. То есть первоначально Чехию немцы записали на самого Сигизмунда, в Чехии Сигизмунда ненавидели за то, что он предал Яна Гуса, решили теперь назначить другого немца Альбрехта, вот он будет наследником Чехии. То есть немножко там ослабить эту всю идею, что будут все равно править немцы в Чехии. Альбрехт был ватник еще похуже Сигизмунда. Сигизмунд, да, действительно был известен жуткими репрессиями против гуситов, а Альбрехт был еще известен репрессиями против евреев. В предыдущем году, 1420-м, Альбрехт изгнал вообще всех евреев из Австрии, при этом конфисковал все их имущества, принудительно крестил многих, разрушил там синагоги, сжег 200 евреев прямо в Вене. Ну и всякие надписи оставил там везде, что евреям тут не место. Часть евреев убежала. Потом, когда войска этих всех крестоносцев Альбрехта наступали в Чехии, он ту же самую политику проводил. То есть Альберт был еще такой немец-антисемит по типу Гитлера. Когда они в Чехии какие-то районы занимали, он там первым делом вырезал евреев. И они от него бежали как огня, и до сих пор, в общем, в Австрии еврейской такой диаспоры нет. А славяне были добрые. Славяне евреев не резали. Вот как раз поэтому евреи бежали к славянам. Хотя сейчас рассказывают тоже об антисемитизме поляков, там, украинцев, белорусов. Но это позже, когда определенные явления возникли, об этом я расскажу. Но на самом деле там как раз по сравнению со всей прочей Европой, у славян не было антисемитизма. Евреи бежали как раз к славянам. Потому что там лучше всего к ним относились, вот чем особенно, чем немцы, чем англичане, чем французы. Это, так сказать, исторический факт. Чехи восставшие в основном базировались на горе Табор, как я уже рассказывал. В мейнстрим на тот момент были Табориты, которые возглавлялись Яном Жишкой. Было несколько групп среди всего движения, более радикальные, менее радикальные. Табориты опирались на широкие слои населения. То есть основная группа, левая, она выступала за социальный реформ. Что революция должна быть не только религиозная, национальная, но и социальная. В основном Табориты это были горожане, крестьяне, бедные рыцари. То есть широкие слои населения, средний класс, нижний класс, ну как обычно у демократов. Были умеренные, куда входили богатые, дворяне, шляхта чешская. Чешская шляхта поддерживала Яна Гуса. Она регулярно выпускала прокламации до революции, съезды шляхты, на которых они постановление за гуситов выдавали. Она была за революцию, но за такую, которая, естественно, интересам шляхты не повредит, то есть не демократическую. Надо сказать, что у Таборитов, то есть у самых таких, основного течения чешской революции, сочеталась национальная и демократическая идеология. Почему потом их чешские националисты и любят. Безусловно, враги были представлены в основном немцами. Католическая церковь, против которой они боролись, тоже в основном немцы. Всякие крупные аристократы, которых навязывали им тоже все немцы. Поэтому у Таборитов точно было много риторики против немцев. Что немцы вообще не должны тут в Чехии ничего решать, господствовать. В церкви надо полностью вести чешский язык вместо латыни. Все богослужения абсолютно на чешский, то есть национальный момент у них точно был. В политическом отношении, так как король Сигизмунд враг Христа, как они считали, и все прочие немцы тоже не нужны, в политическом отношении Табориты требовали установить республику. Вот так лозунг, то есть демократическую республику. В которой будут править вот сами чехи. Вообще, христианские идеалы, они понимали так, что иерархия любая это зло. И, кстати, эти идеи есть у Христа, безусловно. Поэтому люди должны решать дела совместно. Вот общины христианские, они должны совместно решать местные дела. А на самом большом уровне будет республика. Ну и, естественно, будет выборный гетман. Ян Жишко, это выборный гетман, они за него голосовали. То есть это не король, но это местный лидер, они проголосовали, чтобы он возглавил их на войне. Вот их идеалы. То есть это идеалы национально-демократические. Надо сказать, что национал-демократия и фашизм это разные вещи. У нас сейчас просто Путин пытается выдать украинскую национальную демократию за фашизм. На самом деле национализм это спутник демократии, а не авторитаризма. А красавторитарии им нужен какой-то вот такой, чтобы все, кто под моей властью, они все, так сказать, равны и так далее. А красавторитарные режимы, они склонны уравнивать национальности. А национализм местный, это понятно. Выгнать всех чужих из власти, чтобы чужие нами не правили, править будем сами через республику. Это абсолютно понятная, простая даже в 15 веке идея. Она, кстати, не включает в себя прямо вот ненависти к другим народам. Там в составе чехов будут воевать еще украинцы с белорусами и так далее. То есть она говорит не о ненависти к народам, а говорит о том, что вот местный народ, он и должен сам собой управляться. Вот идея простая. Как раз когда чужие управляют, вот она и ненависть, в том числе и национальная. Помимо немецких всяких герцогов и прочей знати, естественно, они ненавидели католическое духовенство. Католическое духовенство их угнетало довольно сильно на тот момент. Было куча всяких поборов. Сами эти церковники были феодалами. Допустим, пражское архиепископство владело 900 сел, множество городов. У них были огромные земли. По происхождению, поскольку католическая церковь интернезональная, эти все архиепископы тоже были в значительной степени немцами. И на это тоже табориты упирали. Конфисковать абсолютно все земли, никакой не надо дорогой церкви, никаких поборов, никакой там латыни и так далее. Полностью перевести на чешский язык, это все учил еще Янгус, это народу понравилось очень. Религия должна быть простой, народной, без всех этих господских украшательств. То, что они ввели причащение мирян вином, которого не было у католиков, говорил о том, что миряне все равны и нет принципиальной разницы между мирянами и священниками. То есть, уравняли их, так сказать, еще и литургически. В связи с этим чаша, она стала символом вообще всех этих таборитов. То есть, чашники, это считается умеренное направление, но, в принципе, чашниками называли вообще все восстание. То, что чаша была символом. Кроме того, это была символом братства, потому что чашу пускали по кругу при причастии. При этом они выступали, поскольку еще Янгус выступал против всех излишенств, как и протестанты будущего. Также гуситы были склонны разрушать храмы и иконы, все украшения, картины и так далее. Это у них тоже имелось, безусловно. Они это не ценили, это для них было просто признаком богатства. Вот на это богатые тратят деньги, а крестьяне живут в нищете. Ну, они все это уничтожали тоже. На горе Тобор, где они первоначально укрепились, и там был центр, было такое общество, где все были равны, запрещены были все развлечения, проводились часто проповеди. То есть, такое было, ну, подобное казакам, монахам, такое было сообщество, где, так сказать, люди не занимались пьянством и так далее, а вот самовоспитанием занимались. Естественно, это было также военные базы, то есть, они там военными тренировками занимались. Вся еда там делилась поровну. Вот такое военно-религиозное братство. Иногда приписывают им, особенно в Чехии при коммунистах приписывали коммунистические мировоззрения. Нет, наоборот, они коммунистов выгнали и разбили. Это они имели в виду, что в военном лагере там, естественно, все поровну. Но это в традициях славян. Как я вот уже говорил, казаки у нас есть тоже, которые вот все поровну на войне. Это просто военный центр, поэтому там у них было все поровну. К 21-му году избрали Гетмана Жишки после того, как он отбил Прагу. И он стал лидером. Одноглазый был. В конце 21-го года Жишки выбили и второй глаз, и потом у них был слепой Гетман. В 21-м же году разбили Пикартов. Пикарты как раз вот были левые, вплоть до такой близости уже к социалистам, наверное, теперешним. Сейчас считается, что Пикарты – это искаженное слово Пикарт, то есть Вальденсе. То есть Пикарты – это остатки, получается, манихейских вот этих всех движений, которые тоже были оппозиционные, о которых я много рассказывал в 12-13 веке. Они, естественно, в подполье сохранялись, хотя были разгромлены. И вот они из Пикартии, эти Пикарты, пришли тоже в Чехию, видя, что тут восстание против католиков, решили это дело поддержать. Как я уже говорил, манихеи были более радикальны. В данном случае я не знаю, какая у них была идеология, может быть, не манихейство, но вот через Вальден, Вальденцы явно примыкают к манихейству, и вот это уже оттуда все пошло. Значит, Пикарты считали, что наступает тысячелетнее Царство Божие на Земле, все социальные должны быть преобразованные отношения. Ну вот как в Китае манихеи Белого Лотоса тоже говорили, что пришло Царство Маэтреи. То есть Царство Социальной Справедливости, Царство Разума и Правды наступает. Вот так выглядела обычная идеология левых религиозных движений. Соответственно, все богатые должны быть беспощадно уничтожены, все имущество должно быть их поделено поровну, всеобщее равенство никакой не должно быть в церковной иерархии, таинства никакие смысла не имеют, то есть причастие даже они тоже отвергали. Вообще любые таинства, крещения и все такое. Это достаточно близкая на практике к манихеям идеология, действительно. Они первоначально их приняли, они пришли в 18-м году, в 1418 году, и в 20-м году пикакты воевали за таборитов. И у них было много последователей в Чехии. Тем более чешская шляхта выпускала прогламации за свободу пропаганды, но вот пришли в Альденцы и начали осуществлять свободу пропаганды. Однако к 21-му году с ними разругалось руководство таборитов. Табориты это крестьяне такие, кулаки, да, они, конечно, они за собственность, потому что у них держится на собственности их быт. Когда им начинают говорить про все поровну, крестьяне понимают, что у них тоже будут забирать. Поэтому в феврале 21-го года их выгнали из табора, и они там поселились где-то на островке. Однако Гетман Янжишко начал военные операции против пикартов, в конце марта взял их островок, уничтожил коммуну, убил их в основном, выслеживали их, сжигали на кострах, табориты 75 пикарских руководителей сожгли на кострах. То есть в течение 21-го года левое крыло, которое примкнуло к революции, было разгромлено непосредственно Яномжишкой. Стало господствовать вот это умеренно левое крыло. То есть католическую церковь уничтожим, немцев выгоним, установим республику демократическую. Вот программа, основная, это программа тех, кто возглавил Чешскую революцию. Однако, как я уже говорил, были чашники, было также правое крыло, с которым тоже нарастали конфликты на самом деле. Чашники, это те техи, которые побогаче, они не хотели демократическую республику. Они хотели выгнать всех немцев, это общее было требование, и феодалов немецких, в том числе, с конфискации земель. Выгнать немцев из городов, то есть где тоже они там были зажиточные, в Праге и так далее. Церковные земли все поделить между феодалами светскими. Секуляризация церковных земель, тоже чашники выступали, это все гуситы выступали. Ну, в общем, и все. Свобода проповеди, они тоже за это выступали. Пражские статьи в 1920 году издали, и там, в принципе, все пункты, на которые сходились все гуситы. Причащение мирян хлебом и вином, свобода проповеди. Католическая церковь, вообще церковь, не должна иметь никакое имущество. И запретить все практики, типа продажи индульгенции, продажи церковных должностей, брать деньги за таинство и так далее. То есть сделать демократическую и дешевую церковь, выгнать немцев, в принципе, конфисковать церковные земли, вот все. Вот на этом чашники предлагали революцию установить, а табориты хотели дальше, то есть установить демократию, республику, предоставить максимальные права сельским общинам, которые воевали за свободу. У таборитов было демократическое войско, в основном из крестьян, из этих и состоявшее. Поэтому табориты были более левые, еще более левые были пекарты, но в 1921 году их разгромили сами табориты. Ну вот на фоне всех этих проблем внутренних, между тремя направлениями в революции, табориты, частники Пекарты, решили ударить опять немцы. В 1921 году они осадили город Жатец. Табориты отступили к Праге. Возле города Жлутец произошло сражение, в котором табориты опять построили в Агенбурге. В Агенбург, то есть это передвижное укрепление из повозок, на котором они ставили пушки. Табориты. Произошла опять атака конницы на артиллерию, то есть рыцари католические атаковали вот эти в Агенбурге, которые били по ним артиллерией. Они опять конницу разгромили. Вот как раз гусицкие воины показали, что артиллерия может успешно применяться на поле боя. До него не применяли. Это идеи Яна Жишки. Активное применение артиллерии, и они показали, что, они на практике подтвердили, что можно артиллерии выбить конницу рыцарскую. И оно это постоянно делало. Ну вот, отбившись, взяв желутиц, они добились, что в 21-м году крестоносцы ушли. Однако, в самом конце, в декабре уже 21-го года, опять собрали огромную армию из немцев, пообещали австрийскому герцогу Чехию, и атаковали город Кутногора. В этом городе были серебряные рудники. Там было довольно много богатых людей, которые часто поддерживали императора. Вот на это они упирали, что там богатые эти бюргеры сидят. Кроме того, там рудники. Нужно Чешскую республику лишить рудников. Конец 21-го года битвы при Кутной горе. Уже Ян Жишков был слепой, гетман. Тем не менее, он опять хорошо применил артиллерию. У него в тылу восстали эти граждане Кутной горы, на то, что император рассчитывал, богатые чехи восстали, и хотели императора вернуть, чтобы прекратилась вот эта вот вся революция гусицкая. Оказавшись в укреплении, Жишков впервые применил динамическую артиллерию. То есть, ранее они ставили просто статические бомбарды на эти повозки и долбили. А Жишков быстро погрузил артиллерию на вот эти телеги, развернул их, перевез их на сторону немцев и ударил по немцам. То есть, они как бы двигаться начали. Передвигалась у него артиллерия, это первый раз в мире. Передвигалась артиллерия на поле боя. Он на повозках ее перевез в самую гущу немецкого войска, раздолбал их там всех артиллерий и аркебузами, с которых они стреляли, и ружьями. Прорвал окружение и вышел. Однако, Кутна гора осталась у Сигизмунда. Но вот этот маневр у него тоже передовой. То есть, помимо передовых идей, у него были передовая военная тактика. Ну, вообще, получается, отрабатываются модели, которые будут позже. Потому что Флоренция – это первое государство гуманистов, а потом гуманизм будет господствовать. А Чехия – это первое государство протестантов, и это первая национальная революция. Потом в Европе это будет все доминировать, и национализм, и протестантизм, и гуманизм. А вот сейчас только в 1921 году первые такие страны появились, и Чехия самая первая такая осуществила. 8 января 1922 года разбили они опять Сигизмунда у города, немецкий брод, который они взяли, табориты. В 1921 году князь Витовт из Великого княжества литовского послал войска на помощь Яну Жишке против немцев. Вот Ян Жишко, он же с Витовтом воевал при Грюнбальде, да, видимо немцев тоже Витов ненавидел. Ну, в общем, я что хочу сказать, украинцы, белорусы, литовцы воевали за таборитов. То есть Витов, несмотря на то, что сам он был католик, решил, что национальный момент выше, там, значит, наши славянские ребята немцев бьют. А немцев бить он очень любил и всю жизнь этим занимался, и разбил их при Грюнбальде. Но вот он послал им, да, украинские, белорусские, литовские войска, которые воевали за Яна Жишко и за свободу Чехии. В 23-м году пошло наступление уже таборитов на Венгрию, и они вышли к середине октября к Дунаю. Однако венгры не поддержали. Жишко увидел, что явно там у негров войска больше, и отступил. После этого они начали опять ругаться табориты с чашниками по поводу провала венгерского похода, то есть сочли его авантюры, почему тогда пошли на Венгрию, если потом отступили. Это в какой-то степени подорвало авторитет Гетмана Жишки.